Приветствую вас, и первое, что хотел бы вам сказать, это то, что ваш вопрос по своей форме, по подаче, очень похож на вопрос, который задают эзотерию. То есть, вы спрашиваете нас, вернется ли к вам ваш муж, потому что он ушел и быстро завел новые отношения. Вы спрашиваете, вернется ли он к вам. Проблема в том, что с точки зрения психологии мы не можем однозначно отметить на этот вопрос. По той простой причине, что мы не знаем всех обстоятельств того, что у вас произошло. Если ваш муж ушел от вас, значит у него на то были причины. И до тех пор, пока эти причины не будут устранены, вряд ли он вернется. Только если он не осознает ваш муж, что без вас ему хуже и хуже настолько, что то, из-за чего он ушел, он не является важным. Не является, если быть точным, настолько важным. Согласитесь, надеяться на это не стоит. Особенно, если учесть, что у мужчины новые отношения. Сейчас. Дальше. Если он ушел и быстро завел новые отношения, значит он для себя это считает позволительным. Вот давайте подумаем, почему мужчина мог быстро начать новые отношения. Либо к вам. У него нет чувств, и он свободен для новых отношений. Вы как бы сдерживали его. Вы сдерживали его от того, чтобы начать новые отношения. И когда он от вас ушел, он почувствовал свободу и, собственно говоря, начал строить новые отношения. Такие вот, какие ему нравятся, которые его устраивали и так далее. Если у вашего мужа чувства к вам все-таки есть, они были, и вы в этом достаточно уверены, то, в таком случае, мужчина пользуется реакционным поведением. То есть он делает это для того, чтобы показать вам, что он вас нуждает. В таком случае, вы ничего не сможете здесь сделать для того, чтобы он к вам вернулся до тех пор, пока он сам не захочет перестать себя обманывать. В случае, если у мужчины к вам есть чувства, то, что он делает, является самообманом. И этот самообман вам не разбит, потому что мужчине нужно пройти через это. Как долго он будет проходить, зависит от его особенностей личности. То есть в зависимости от того, какой человек, ваш муж, какие у него особенности, вот в зависимости от этого и можно говорить о том, как быстро пройдет этот период, эта фаза, если угодно. Пока. Пока. Из того, что вы написали, можно сказать только это. Для того, чтобы больше вам помочь, чтобы развернуть, более развернуто, конкретно ответить на ваши вопросы, нужно разбирать вашу ситуацию более подробно. Потому что многое зависит от того, почему мужчина ушел. То есть от того, какие у него были причины для того, чтобы идти. Многое зависит от того, что для него значит этот самый уход. Ну и так далее. Причин может быть очень много. И я поэтому вам еще раз хотел бы сказать, что возможно вы ошиблись с размещением вопроса в раздел. В действительности вы хотели разместить его в эзотерический раздел, а разместили в психологию. Такое было. Но если вы хотите именно психологический ответ, ответ с точки зрения психологии, тогда вам нужно все-таки предоставить больше информации. Проработать свою стратегию по поведению сейчас, когда мужчины рядом с вами нет. Проработать свое отношение к нему. Осознать ряд ошибок, которые вы сделали и которые привели к тому, что ваш муж ушел. Но не впадать в крайность и отдавать себе отчет, что не только вы несете ответственность за то, что случилось. И ваш муж точно так же несет такую же ответственность за то, что произошло. Ваш муж несет ровно половину ответственность за то, что вы сейчас с ним не вместе. И, пожалуй, самое главное, о чем нужно сказать, то, что вам желательно быть готовым отпустить человека в случае, если он откровенно даст вам понять, что с вами его счастье невозможно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!